МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красиво звонят к вечерней службе. Прежде чем ехать во Владимир, мы сначала решили остановиться здесь, в Боголюбово. Это бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского. Вот здесь, на этом месте, впоследствии была установлена сень, когда Андрею, князю Андрею, была явлена Богородица. Богородица сама ему явилась и сказала, чтобы он вот здесь закладывал место для своей жизни и княжения. И вот здесь был заложен Боголюбский монастырь. И вот эта замечательная церковь, от которой сохранилось очень мало, но самая главная, наверное, ее часть, колокольня. Вверх ее, наверное, уже был позже пристроен. А вот этот вот камень из известняка, это как раз то место, где и жил, и княжил Андрей Боголюбский. И это то место, где его убили. Вот это место, оно сохранилось. Это дверь, которая ведет в помещение, а там вот такая лестница, которая ведет в палаты князя Андрея. И вот то окошечко, это как раз та комната, где его начали убивать. Князья Кучковичи. Когда-то Андрей Боголюбский казнил их родоначальника Кучку, боярина Кучку. И вот эти Кучковичи, после того, как князь Андрей приказал казнить еще одного из них за очень тяжкий проступок, не говорят какой, но говорят очень тяжкий проступок, Кучковичи испугались за свою собственную шкуру. И в ночь на 29 июня 1174 года они сговорились. Здесь, это был канун праздника Петра и Павла. Пробрались туда в его палаты, взломали дверь, предварительно украли его меч, которым он мог бы защищаться, и на безоружного набросились. Но сразу убить его не получилось. Они-то думали, что уже убили, и начали бежать, вот побежали туда. А развернувшись, оглянулись и увидели, что в свете окна кто-то движется. И один из них говорит, он еще жив, пойдем вернемся и добьем. Вернулись, а в комнате никого нет. И оказалось, что князь Андрей сумел, уже смертельно раненый, множество ран смертельных получивший, спуститься по этой лестнице, вот сюда вниз, и вот здесь они его добивали, уже внизу. Чем нам дорог князь Андрей Боголюбский? Это, наверное, самый незаслуженно забытый правитель земли русской. Это основоположник русского государства. Это первый русский князь, который отделился от Киева и переместился вот сюда, в Центральную Русь. И заложил начало Владимирской Руси. И, по сути дела, он противопоставил себя Киеву. А в 1169 году он взял Киев. Он был первым, кто взял этот город. Взял это мягко сказано. И для киевлян и последующих их потомков, которые сейчас называют себя украинцами, это первый такой москаль. А для нас это первый великоросс. Это он заложил основы нашей государственности. Это он объединил русские земли. Это его весь мир начал уважать, как первого русского князя, который заявил о себе, как о настоящем независимом государе. А о России, как о мощном независимом государстве. Вот отсюда, с этого места и началась наша отечественная история. Славная отечественная история. Вячеслав Владимирович, а не с этого ли момента началась ненависть у украинцев к русскому народу? Во-первых, тогда никаких украинцев не было. У нас была потом длительная история все-таки еще единого государства. Но то, что нынешние украинцы помнят, кто такой князь Андрей Боголюбский и, конечно, не простят ему того первого взятия Киева, это точно. Здесь ведь еще одна интересная вещь. Что это было? Это была государственная измена. Бояр. Олигархата, который всегда стремился удержать власть любой ценой. И Андрей Боголюбский, он тогда решил положить этому конец. Он, может быть, был первым нашим русским правителем, который начал решительно сопротивляться по установлению олигархической формы власти в России. То же самое делали наши последующие государи. Ведь даже закладка новых городов нашими великими князьями происходила именно потому, что где-то в центральном городе России создавалась группировка бояр, которые не хотели никакого развития России. Их все устраивало. Они были богаты, сыты, довольны собой. И любые перемены, развитие государства вызывало у них сопротивление. И вот тогда великий князь просто оставлял этот город и перемещался в другое место. Так поступил князь Андрей Боголюбский. Так поступал Иван Калита, когда он переехал в Москву. И так поступал Петр Первый, который переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Он просто заложил новый город. И так поступали все наши государьи. Вероятно, мы переживаем сейчас такой же период нашей истории. Нам нужно всем переместиться и, может быть, даже поменять столицу нашей страны, чтобы произошло какое-то новое возрождение нашего государства. в нем все. Вот здесь характер русский. Красота, чистота, легкость и внутренняя сила. Какое-то могущество такое из него все равно излучается из этого крапа. Я вот говорю, я когда молюсь внутри, вспоминаю, сколько же поколений наших предков молились в стенах этого крапа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вот это знаменитый храм Пакравана Нерли, который многие считают символом России. Этот храм построил князь Андрей Боголюбский в память о своем погибшем сыне, младшем Езославе, который отдал свою жизнь в битве с булгарами. И этот храм считается первым во всех отношениях. Это первый в мире храм в честь покрова Божьей Матери. Первый в России храм в честь павших в битвах русских воинах. Этот храм создает удивительное впечатление легкости и мощи одновременно, укорененности и устремленности в небо. Таких сооружений в мире, наверное, больше нет. Он построен на искусственно созданном холме, вот на этом. Там у него мощнейший фундамент, потому что вся эта почва здесь очень неустойчивая. И он столько лет, уже сотни лет стоит и недвижим. Даже тогда, когда Екатерина II решила разорить больше половины монастырей в России, а здесь когда-то тогда в ее времена был монастырь, ничего не получилось. У первого, кто забрался на этот купол и попытался медный лист оторвать, деревянная щепка попала ему в глаз и он ослеп. И тогда все остальные не решились больше это делать. А потом духовная консистерия посчитала, что разбирать и вывозить этот храм гораздо дороже, чем ты потом продашь все это где-то на рынке. И вот эта территория огромная, каждую весну затапливается. Это и называется заливными лугами. И это создает особый микроклимат здесь. Ну, вне всяких сомнений, что храм на Нарали – это одна из величайших жемчужин русской культуры. И, конечно, она представляет интерес для тех, кто вообще интересуется культурой. Храм на Нарали находится под покровительством ЮНЕСКО. А это одно из подразделений Организации Объединенных Наций. Сейчас-то вот в свете современных событий мы видим, что ЮНЕСКО и ООН, чьим подразделением ЮНЕСКО является, они, собственно, не занимаются особой охраной тех объектов, которые они взяли под свое покровительство. Скорее всего, это инвентаризация. И у храма на Нарали у них тоже есть наверняка инвентарный номер. И когда-то они мечтают его просто присвоить себе и распоряжаться им по своему усмотрению. Знаем мы их намерения-то. Вячеслав Владимирович, а как Вы относитесь к вот такому совместному владению храмом, да, как бы государством, церковью, как храм-музей. То есть сюда ходят экскурсии за денежку и врачу не доверить. Ты знаешь, вот я сейчас стою здесь у входа в Успенский собор во Владимире, любуюсь этим сооружением, потрясающе красивым, которое показывает, каким было искусным и высококлассным зодчество Древней Руси, храмовое зодчество. И этот храм разрушается. Он очень древний. И я думаю, что после советских лет богоборчества, когда этот храм еще больше пострадал, хотя его, конечно, реставрировали, государство о нем заботилось, сейчас вот то, что ты спрашиваешь, это неизбежность. Хорошо, что здесь совершается служба. Храм передан Русской Православной Церковью. Здесь совершается регулярное, как положено, богослужение. Но вот такой огромный собор, его нужно содержать, ремонтировать, сохранять для будущих поколений. И мне кажется, это правильное компромиссное решение такое, чтобы государство и церковь этим занимались вместе. Церковь нужна государству. Государство, церкви не очень. А государству церковь по заре с кровь из носа нужна. А теперь о том крестном ходе, о котором мы говорили. В 1851 году он проходил здесь неподалеку. И участники этого крестного хода переходили через мост. И во время этого перехода мост рухнул. И погибло около 160 человек. По источникам, открытым в интернете, мы знаем, что их покоронили у стены на юго-восточной части Боголюбского монастыря. Но мы так и не нашли это место. И никто из населения монастыря нам не мог это место указать. Мало того, об этом событии не все и знают здесь. Поэтому вот только то, что есть в открытом доступе в интернете, это единственный источник информации. А вот что касается смысла произошедшего. Ведь это событие из ряда он выходящий. Столько человек погибло при таком, казалось бы, абсолютно богоугодном деле. А ведь Россия это сплошной крестный ход. Мы уже говорили после Великорецкого крестного хода, что Россия идет на небо. И люди, живя здесь на земле, они имеют цель – небо. И жизнь человека не заканчивается смертью тела. Душа оказывается там, дома. И, может быть, тогда вот эти 160 человек, они обрели свой дом именно вот так, целеустремленно идя домой. И сразу же достигли своего небесного Отечества, небесного Иерусалима. Ну, это мое мнение такое. Не знаю, как на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok